Статистика. В среднем 4-5 часов в день дети проводят в интернете. Отдельная жизнь, о которой нередко не знают родители. Специалисты замечают, порой подростки путают, где заканчивается игра и начинается путь в преступный мир. У нас в прошлом году зарегистрирован рост преступлений против несовершеннолетних, связанных в том числе и в интернете. Это и кибербуллинг, это и половые преступления, это и мошенничество, это и воздействие на детей посредством каких-то экстремистских сайтов. Только 29 преступлений в отношении детей в сети интернет было совершено за 3 месяца этого года. Это очень много. Как уберечь детей, об этом говорили на большой конференции. В зале представители генпрокуратуры, прокуратуры области, органов власти, правоохранители, преподаватели, студенты вузов, школьники. По мнению взрослых, именно дети должны подсказать, где риски. Я сталкивалась и с кибератаками, когда обсуждали тему специальной военной операции. Мы ввели сбор средств и на нашу, так скажем, группу, вот эту благотворительную, производилась кибератака. Сейчас со стороны, скажем так, недружественных стран особенно ощущается интерес. Отбирать телефон не выход. Выход, уверены собравшиеся, например, в проведении уроков цифры, Олимпиад по информационной безопасности, установке специальных приложений. Я всем родителям предлагаю установить родительский контроль, пока ребенок еще маленький. Потому что пользоваться интернетом, родители дают детям гаджеты для пользования интернетом уже с года. То есть он кушает свою первую еду твердую и смотрит при этом мультики. Потом он пользуется ТикТоком. Куда попало, он может выйти, разумеется, случайным образом, получить ненужную совершенно информацию даже в таком раннем возрасте. И я, конечно, понимаю, что в 13 лет родительский контроль возможно уже поздно устанавливать. Но в 7, в 8, в 5 лет – это совершенно правильное действие. В августе прошлого года в стране появилась некоммерческая организация «Белый интернет». Ее руководитель объясняет – занимается оно обелением интернета, созданием правовых гарантий для защиты. Пока цифровая гигиена у молодежи не выработана. Как уберечь данные свои и своих родителей? Как отличить реальный сайт от фишингового? Как противостоять огню хейта, вовлечению в экстремистскую деятельность? Как отгородить от запрещенного контента? В интернете уже начинает развиваться очень серьезный деструктивный контент. И, к сожалению, несмотря на наличие возрастных ограничений, дети порой его обходят. И родители просто иногда не знают, каким образом противостоять этим угрозам, поскольку во многих случаях и вообще не знают о том, что эти угрозы у детей есть. Собравшись уверены, проблемы необходимо закрывать федеральными и региональными законами. При этом родителям не быть правовыми нигилистами. Нужно знать, как действовать, если в сети ребенок столкнулся с опасностью. Например, заявить в прокуратуру или на блокировку сайта. Ограничить онлайн-общение ребенка или установить в телефоне специальные программы. То есть научить, как пользоваться всеми благами интернета и не стать жертвой или преступником. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс»